Сакральные четки. Добрый час, друзья! С вами Апраксина Лада. И это выпуск про новинку. Новинка, которая была создана, и причем не один предмет, а несколько, были созданы в периоде коридора затмений на местах силы, здесь, в Туапсинском районе, на побережье Черного моря у дольменов. И это сакральные четки. В общем-то, четок сейчас в наличии в нашем мире есть довольно много, и каждый из нас выбирает свою модель четок. Есть четки и из камня, из дерева, из металла, из натуральных камней, бусин всевозможных и разных, и вот конкретно эти четки из косточек сакрального дерева. Сделаны эти четки мастером, вы его наверняка знаете, Алгиз Старосвет. А вот на конце, вот там, где у нас последняя финальная бусина, я добавила вот такую маленькую ракушечку в виде сердечка, ну, как мне кажется, похоже на сердечко, я добавила ее уже сама. Почему у меня получилось это сделать? Я вам сейчас покажу, как выглядит готовый вариант четок, который нам предлагает Алгиз. Вот посмотрите, есть эти косточки сакрального дерева, есть финальная бусина, вот она, вы видите ее на просвет, и есть вот такой вот хвостик ниток, специально оставленный хвостик, для того, чтобы сюда каждый из вас, кто пожелает заказать для себя такие четки, вы можете сюда повесить свою бусину, и это очень важно, это очень здорово, что можно сделать именно так, потому, как бывали случаи, когда, например, я приобретала четки, или получала в подарок, или там каким-то другим образом ко мне попадали четки, и мне очень хотелось их освежить, то есть добавить сюда какую-то свою символику, какой-то свой знак или предмет. И для того, чтобы это сделать в других моделях четок, мне приходилось полностью разбирать четки, нанизывать их заново, и тогда уже была возможность прикрепить свою бусину на окончание. А в этой модели, как я вам уже и сказала, я уже очень удобно, просто и легко прикрепила вот свою ракушечку, свой символ, знак, который мне сейчас приятен, то есть мне очень понравилась эта модель, я, естественно, себе в мою коллекцию забираю обязательно такие четки, вот они, их можно использовать как браслет, кстати, очень удобно и удачно они смотрятся на запястье именно как браслет, и в любой момент их можно снять, ну, также их можно использовать и как бусы, смотрятся, кстати, очень аутентично, очень так мило и необычно, и также можно их использовать, конечно, в любой момент, как четки, вы помните, как мы это с вами делаем, мы берем от центральной бусины каждую косточку, кладем ее на фалангу среднего пальца, зажимаем большим пальцем, обычно это правой руки, я, кстати, подробно рассказывала об этом на моем курсе, который так и называется, медитации, кто желает, можете записаться, а пока просто показываю, например, если мы будем читать какую-то мантру, ну, давайте выберем сейчас мантру, например, для дурки, да, хотя это совершенно не важно, какие мантры, аффирмации, заговоры или молитвы ты читаешь на четках, давайте выберем мантру дурки, и вот мы ставим одну косточку и произносим Ом-дум-дур-ген-эм-а-ха, переставляем, Ом-дум-дур-ген-эм-а-ха, переставляем, Ом-дум-дур-ген-эм-а-ха, Ом-дум-дургина-маха И так далее Мы проходим с медитацией весь круг Вот я сейчас просто пролистаю Как будто бы вперед-вперед-вперед-вперед Здесь 54 косточки Мы доходим до центральной разделительной Разворачиваемся в обратную сторону Проходим еще один круг И очень легко посчитать 54 плюс 54 И когда мы второй круг доходим до конца До разделительной косточки Мы получаем 108 Раз произнесенная мантра Это стандартная медитация Таких кругов Многие практики делают 4 Или даже больше В течение дня Некоторые 16 кругов читают Это занимает, конечно, время А нам с вами, друзья Если вы не погружаетесь так глубоко В какую-то традицию Или практику Нам достаточно один раз в день Успокаивать свой ум Благодаря такой медитации Повторять можно на четках Любое имя Например, это может быть Гои-си-велиси 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 И так далее Не удивляйтесь, что я знакома С разными мантрами С разных традиций Хотя сама по себе С уважением отношусь Ко всем традициям Но для меня Есть более Мои такие Приоритетные Какие-то Это не значит Что человек Обязательно должен быть Приверженцем Или последователем Какой-то одной традиции Мы Ну, я, например Беру из разных практик То, что мне Приятно То, что мне откликается И применяю это В моей жизни Кстати, друзья Из новинок Еще покажу Один предмет Это Маракас Из косточки Королевского манго Специальным образом Высушенный И подготовленный Для музыкальных джемов Вы слышите Звук Вот я сейчас Поближе сделаю Да, слышите звук Таких инструментов В заготовках Есть несколько И если вы Любите Такие Природные погремушки Маракасы Если вам хочется Обновить вашу коллекцию То вы можете заказывать Так же И такие погремушки Акамакли Вы можете заказывать Камло для бубна Или сам бубен В общем-то В нашей мастерской Здесь На берегу Черного моря Мы создаем Разные предметы Силы Артефакты Особенно сейчас Повторюсь В коридоре затмения Это Особенно Сильные Дни Плюс еще И места силы И дольмены Способствуют Тому Чтобы Ваши заявочки На предметы силы На артефакты Удовлетворялись Самым таким Гармоничным Безопасным И качественным Образом Чтобы вы получали Для себя Рабочие инструменты И улучшали Вашу жизнь Ну что же Друзья Кого заинтересовали Эти четкие Из сакральных Косточек Определенного Растения Кстати Какого я не называю Я расскажу Об этом В личные сообщения Тем У кого Откликается По форме И по ощущениям Этот предмет И Также Традиционно Есть четкие Из рудракши Из косточек Семян лотоса Из косточек Других Сакральных Растений Обращайтесь Найдите меня В соцсетях По ссылочкам В описании К этому видео Задавайте вопросы И мы Отправим вам Ваш заказ Либо по почте Либо вручим Лично Если вы Планируете Приехать к нам На море В наш Ретритный центр Кстати В котором Есть И уютные Гостевые номера И баня Бассейн Массажный кабинет Экскурсионные Программы И разные Другие Полезные практики Всем прекрасного Дня И увидимся В следующих Выпусках Пока